Здравствуйте, дорогие мои подписчики! На фото вы видите железный кулак, возведенный Гадруде, который является символом победы над врагом. Почему я начал именно с этой темы? Так как в Ереване проходят антиреваншистские митинги. Если взглянуть на это фото, то здесь можно увидеть некоторые его части, которые демонстрируют символ победы. То есть здесь есть отряды, специального назначения. Здесь есть ракеты, самолеты, то есть все, что необходимо, чтобы победить врага. И именно этот железный кулак, возведенный Гадруде, не из проста. А сейчас посмотрим другое фото. Здесь вы видите Сержа или Сержика Сархисяна, а здесь Пашиняна. Серж Сархисян в апрельских битвах получил разгромное поражение и после него начались скандалы и на его место пришел Никол Пашинян. Никол Пашинян, приходя во власть, сказал, что ни сантиметров земли Азербайджан не получит. Но, как вы здесь видите, после получения железного кулака, Никол Пашинян сказал иное. Он озвучил, что Карабах является частью Азербайджана. Сейчас реваншистские силы, которым лидеры Серж Сархисян, то есть Темная Лошадка, Роберт Кочарян, хотят прийти к власти и проручить Пашиняна, говоря, что он капиталян. Но именно Серж Сиархисян, получив удар в апрельских битвах, был свергнут с поста президента и на его место пришел Пашинян. Это означает, что, несмотря на смену власти, ничего не изменилось. И наоборот, с каждой сменой власти армяне получили отпор, вот видя железного кулака. То есть следующий этап, когда Пашинян будут свергнуть с поста премьер-министра и эти реваншистские силы, которого называют Карабахским кланом, еще раз получат отпор. На этот раз, наверное, это будет вблизи Еревана. Так как каждый раз, получая железный кулаком, то есть силы железного кулака, они отделяются от своих мест. И президент Азербайджана Ильхам Ариев в своем выступлении говорил об этом, что железный кулак на месте, и реваншистские силы, пусть не думают о том, что этот железный кулак никогда не выступит в силу. У нас есть все необходимое для уничтожения врага, и этот железный кулак пока на месте. На месте, то есть в Гадруде, и этот железный кулак может возвестись в центре Еревана. Поэтому армяне и те, кто думает о реваншизме, пусть еще раз подумают, нужна ли им это. Спасибо всем за внимание и удачи всем. Спасибо.